Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июля 2024 года. Я полмесяца не была в своем огороде. Сейчас хочу показать вам быстрый-быстрый обзор. Расскажу, какие томаты пережили лучше, вот это вот, как сказать, без ухода 2 недели, какие хуже, что вообще творится в моем огороде. Это очень интересно. Но времени у меня мало. Я расскажу все коротко-коротко. Потом подробности будут уже дальше в следующих видеороликах. Все мои постоянные зрители знают, что я каждый год говорю, что никак не могу уехать ни отдыхать никуда, ни на санаторное лечение, потому что огород не бросишь. Нужно поливать, нужно высаживать. И в этом году... А, еще у меня был сдерживающий фактор, то, что я раннюю высадку томатов в теплицу проводила. И вот в это время, вот когда я уехала, как раз у меня уже шел массовый сбор спелых плодов. Но в этом году сложилась уникальная ситуация, которая первый раз в жизни, во-первых, сразу скажу, первый раз в жизни бросила огород, уехала. Никогда не бросала, всегда думала, что он без меня не выживет. В этом году первый раз бросила. Сейчас объясню, почему. К этому были вот такие у меня, как сказать, факторы, способствующие вот этому броску резкому. Сразу скажу, уехала спонтанно, ни зимой не планировала, ни в прошлом году, ничего. Но в этом году... Ну, начнем все по порядку. Так как... Еще раз покажу. Так как в этом году у меня вот эта теплица сломалась, порвал ее буран, и у меня ранняя высадка отменилась, я подумала, ну, ничего, высажу позже, ничего страшного не произойдет. Первое, что в этот период, вот вторая половина июня, у меня не было массовых созреваний теплиц, ой, томатов в теплице, поэтому за это не стоило волноваться. Но все равно я не могла никак отъехать никуда в предыдущие годы, потому что у нас всегда конец мая, первая декада, первая половина даже июня, всегда шли... Ой, была аномальная жара. А в этом году, в этот период, шли дожди. Все знают, что в этом году, как в большинстве регионов России, дожди нас заливает, заливало. Вот нас лило, лило, лило. И до такой степени залило у меня огород и грунт, что высадив в открытый грунт последние томаты, у меня такая мысль пришла. Думаю, когда же они бедные просохнут, когда их еще только поливать придется. И тут, ну, конечно, я сразу сообразила, раз их не нужно в этом году поливать, почему бы мне не отскочить на немножко, недельки на две хотя бы. Ну, как, в теплице все высажено, все подвязано, открытый грунт только-только воткнула. Вот прям я в этот день еще высаживала и в этот же день вечером уехала. Собралась быстро, мне собираться, как говорится, только подпоясаться и уехала. Но все равно я очень волновалась. Я сейчас пройду по огороду. Вы никогда не видели таких картин у меня в огороде, но все терпимо. Какие-то растения меня дождались, какие-то, как кабачки, не дождались, состарились. Уже лежат такие старые, как осенние, потому что вовремя никто их не съедал. Сейчас расскажу по порядку. О помидорах в теплице, кто как пережил и кто лучше пережил. О помидорах на улице покажу. Кабачки, морковку, лук и расскажу про агроткань. Замечу сразу, что вот этот настил и вот эту черную агроткань я постелила, даже еще не зная, что я куда-то уеду. Но как она меня выручила! Вы сейчас посмотрите, чем если бы не было у меня застеленной грядки агротканью, я бы в огород не забрела. Это был бы ужас. Вот эта теплица, высаженная в последнюю очередь, я зашла, и в ней даже ничего страшного. Не было. Вот у меня была подвязка там внизу. Вон видите, розовые ниточки. Вот эти вот два ствола. Ну как они в два ствола должны быть? Вот эти два ствола, конечно, выросли очень-очень, почти с колышки. Но ничего не развалилось, ничего не распалось. Мне сейчас достаточно прийти, вот эти лишние уберу, пасынки, а эти подвяжу к колышку. Тут же у меня болтаются арбузы и дыни. Арбузы даже есть. Огромный в ковечках арбуз. Вот такие маленькие арбузики. То есть они у меня завязались без какого-то безручного опыления. Сами. Вот они. Ну, конечно, они крошечные, но все равно есть надежда, что урожай арбузов в теплице будет. Ой, зря про арбузы начала. Я хотела же отдельно показать. Арбузы в теплице, арбузы на улице и арбузы в бочке. Ну ладно, потом. Сейчас про томаты расскажу, потом на арбузы перейдем. То, что томаты вот как разрослись и немного тут у них, конечно, лишних пасынков без разрешения образовалось, это ничего страшного. Главный критерий, который я должна была прям в первую очередь проверить, это зайти, посмотреть состояние листьев, то есть цвет листа, хорошо ли им было. Потом нет ли тут, как сказать, видимых каких-то последствий присутствия насекомых, вредителей. Нет ли каких-то пятен, которые являются признаками заболевания. Но и к моему счастью, ну можно так сказать, да, это, конечно, было счастье, что я прошла по теплицам, я не увидела тут ни насекомых, вредителей, ни каких-то, ну, короче, ничего страшного не произошло. Хотя я боялась, тряслась все эти 14 дней. Конечно, здесь лишнего понавырастало. Вот мне сейчас за то, что я две недели отсутствовала, нужно все это разгребать. Я вот уже немножко выломала, вон валяется на дорожке. Какие-то подвязала, которые уже наклонились. Но в основном все это как решаемо, порешаем. Все уберем лишнее, подвяжем. Я все это приведу в порядок за неделю. Так как у нас две недели стояла аномальная жара, 36, 37, 35, ниже не было, поэтому некоторые сорта, которые вот при таких температурах склонны, вот к кручению листа, к скручиванию, там, конечно, некоторые листики страдали от этого. Но есть томаты, которые вечером, видно, они листья опадают, скручиваются, утром зайдешь, они опять вот так бодрячком. Короче, все томаты жару переносят по-разному. Ну и естественно, в мое отсутствие, да в такую жарищу, некоторые томаты уже поспели. Вот, смотрите, вот эти рога изобилия, они только начали буреть. Вот, например, сибирский бройлер, который перед отъездом, я говорила, что он уже сформировался, смотрите, какой огромный, он поспел, причем сибирский бройлер, на каждом кусте есть спелые плоды. И что мне очень важно, они большой размер, это не мелкота, как вот конфеты, сладкие сосульки. Сейчас покажу, тоже поспели, но очень-очень меленькие. Ну вот они, конфеты, сладкие сосульки спеют, груздями все обвешались. Но так как они маленькие, это, конечно, небольшая их заслуга, потому что мелкому плоду быстрее вызреть. Но зато заслуга, которую я заметила уже, вот у конфет, сладких сосулек, некоторые во время этой аномальной жары томаты сбросили цветы, а эти нет. Эти кисточки, много-много-много, много кисточек, много помидорок, все они такие хорошие, не пустые. То есть у них, я не увидела, пустых сброшенных кистей. Значит, это тоже плюсик, можно поставить этому сорту. Но еще раз говорю, все жару и мое отсутствие перенесли по-разному. Скажу сразу, что лучше всего вот эту аномальную жару, двухнедельную, перенесли томатные гномы. Они же у меня все на улице, и все без капельного полива. И вот смотрите, вот стоят эти ряды гномов. Я их перед отъездом подвязала колушку, чтобы они не валялись, перекрестила и уехала. И вот через две недели, конечно, они увеличились в размере, все, но они стоят такие же силеные, такие же, так сказать, бодрые, можно сказать, веселые. Даже не видно, что была жара. Нет, конечно, я вот там дальше покажу вам, нижние листики у них, у некоторых, все-таки пожелтели от недостатка влаги. Потому что в первую очередь, конечно, все отдается вот молодым, верхушкам, а внизу, вот если заглянуть, два-три листика есть желтые. Зато смотрите, какие они ярко-зеленые. Вот тут очень сложно распознать, где растения, которые я сама специально высадила, а где нет. Вот это, смотрите, как выглядит дорожка рядом с гномами, которая не застелена. Вот видите, вдаль уходит вот эта вот трава, буйствует, а вот это вот гномики. И вот эта трава вся выросла за две недели. Перед тем, как я уезжала, видите, вот вон желтая кучка. Я все здесь прополола и уехала дорожку эту. А гномы ну, прекрасно себя чувствуют. Еще раз убедилась в их неприхотливости. Ждут меня. Неплохо выглядят. Высокорослые томаты индетерминантные, которые я высадила чуть раньше, чем на большом участке. Сейчас покажу. Здесь я их высадила, подвязала. И, естественно, что они... Вот сейчас надо срочно убирать лишние пасынки и срочно подвязывать еще раз, потому что они распушились уже и могут, если ветер или буран будет, они могут сломаться. Вот так выглядят дорожки, где ткань постелена. Тоже гномы. И гномы буйно-буйно цветут. Очень хорошо цветут они. Вот тут разные сорта. Как только... А, кстати, я хотела сказать, как только начнут спеть, три сорта уже начали спеть там на горе. Так, сейчас самое главное хочу вам показать большое поле. Пойдемте туда. Вот так сейчас выглядят гномы, которые были на поднятых грядках. Вот видите поднятая грядка? Я их... Так как они были раньше высажены, я их успела подвязать по два раза. И... Видите, я тут до полдороги осталась лишняя рассада, бросила все и уехала. Даже не перебирала лотки, некогда было. Но вот эти гномы, новинки, крупноплодные, смотрите, какие у них уже там... Ой, как... Вон, видите, висят большие. Сейчас покажу по сравнению с рукой своей. Видите, какие большие уже плоды? Вот это новые сорта. Вот этот он самый высокий, плоды большие. Но не все такие. Есть маленькие, ну, как мелкоплодные. Ну, короче, всякие. Вот это тоже новинка. Ой, ой, тайга. Вот хочу показать вам две дорожки. Вот дорожка вот с этой искусственной, это трава-настил. Вот так выглядит. А вот так у меня оказалось выглядит дорожка, на которую я надеялась, которая с этих, с тротуарной плитки. Я никогда не думала, что она может прийти в такое плачевное состояние. Видите, что творится. Заросло все, чуть ли не камышами какими-то. Потому что я раньше, когда ходила, ну, выхожу смотреть или видео снимать, лезет травиночка, я ее раз, ну, короче, подщипывала ежедневно. Увижу траву, выщипну, увижу, выщипну. А тут за две недели никто ни разу не увидел, никто ни разу не выщипнул. И вот теперь такая тротуарная у меня плитка вся заросла. Тоже буду выдергивать, но тут сложности. Я сейчас боюсь, что начну выдергивать эти огромные травы, и я вместе с плиткой их выдерну. Ой, меня прям заинтересовали вот эти гномы-то. Высокие. Завязи много. Это гном называется специальный. Ой, смотрите, сколько он разрастил пасынков. Раз, два, тридцать, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двенадцать стволов. Короче, этот гном решил формировать себя в двенадцать стволов пока. Потом, может быть, будет еще больше. И вот сейчас подойдешь и будешь думать. Жалко, уже везде томаты висят. То ли прям их стянуть пучком и оставить, или уж вырезать половину. Вот он, гном, черный волшебник, про которого я говорила. Он отличается вот такими прям салатными листьями. Ой, салатовыми листьями. Прям светло-светлыми. Он светет. Он хочет столько завязи мне дать весь в цветках. И вот, смотрите, птички мои пытаются его удобрить. Накакали. У нас тут птиц же очень много. И вот удобрение. Ну, вообще, конечно, тут поубавить бы их немножко. Но теперь не знаю, когда я со всеми разберусь. Ой, там что-то поспело вдалеке. Перед тем, как я уехала, я же еще не знала, что уеду. Нарезала пасынков, стоматных гномов, новинок. И вот все они у меня в ведре сидят. Вот так как на улице я не могла оставить, была жара, я их поставила в предбанник, где, ну, солнца почти нет, так знаете, с утра немножко солнышко, потом уже нет ничего. И ведь даже они у меня дождались две недели и растут. Сейчас самое интересное, слабонервным не смотреть. Вот так выглядят у меня грядки с луком и с морковкой. Если морковку я перед отъездом, ну, травы еще почти не было, она была крошечная, я пыталась ее, если я ее перед отъездом чуть-чуть вот здесь вот в этих рядах повыщипывала, вот где там, где повыщипывала, там видно, что морковка. Вот на каком месте освободилась, дальше уже не видно вообще ничего. И даже можно подумать, что это дикое поле какое-то. Нет, здесь у меня растет морковка и лук. Вон там, вон, перышки выглядывают, макушечки. Представьте, сколько работы. Ой-ой-ой. Теперь надо за то, что бросила их, надо им кланяться по сто раз в день придется. Ну, вот видели морковку с луком, теперь покажу вот это мое большое томатное поле. Какое же, я даже не как сказать, я даже не ожидала, что оно будет такое чистенькое, такое аккуратное. И я, когда зашла, увидела его, я вздохнула с облегчением. Слава Богу, хоть здесь у меня не будет прополки. Вы представьте, сколько нужно было бы полоть, а оно было бы такое же, как вот та морковка с луком. Чтобы вы поверили, что это действительно так, я сейчас переверну камеру вот здесь вот у меня то место, где я ничем не закрывала. Вот место, которое не закрыто тканью. И так везде, где ткани нет, там за две недели прям все буйствует. Вы представьте, вот эта вот трава, такая огромная, лебеда, всякая, еще какие-то там пыреи. Сейчас было бы все поле такое, я зашла бы и прям все вот так. Но сразу еще раз скажу, что когда я закрывала агротканью вот этот участок, я не собиралась еще никуда ехать. Я просто хотела, как я говорила, сделать обленивленный огород. Короче, ленивый огород, чтобы выйти и не полоть ничего, просто как пропосынковал, подвязал. Вот некоторые томаты уже разрослись, упали, надо поднимать, подвязывать. А вот те ряды, вот стоят бодрячки маленькие, вот последний и предпоследний ряд я высадила прям в тот день, когда уезжала. Вот воткнула их, полила и уехала все. И две недели была жара. Естественно, что это поле не поливалось. Во-первых, поливать некому, у меня муж на работе с утра до вечера. Во-вторых, я и не просила его, я подумала так, раз грунт был сильно влажный, ну, он будет сохнуть хотя бы дней десять, потом немножко они будут испытывать, чуть-чуть, может быть, такую-то жажду, но они все равно должны полмесяца выдержать. Когда я их высаживала, я их прям в грязь наливала, наливала и высаживала в грязь. Все прекрасно, дождались. Вот эти последние ряды я высаживала, у них даже не было бутончиков, были маленькие-маленькие. Вот бутоны только сейчас, смотрите, как они разжирели, вообще хорошие такие. Стою, смотрю, про себя думаю. Ну что, отдохнула, теперь готова на самоотверженный труд. Тут придется с утра до вечера ежедневно, не знаю, наверное, столько же, сколько отдыхала и лечилась две недели. Две недели придется здесь теперь вкалывать. Да, конечно, отличие земля и небо. Видите, вот застелила я и вот дорожка, по которой я выхожу отсюда. Все заросло вообще. Заросли бордюры. Вот здесь у меня огурцы, ой, эти арбузы в диком варианте, ну то есть я их не буду не формировать, ни куда-то на шпалере. Тут у меня дыни и арбузы. Тоже начала затягивать тканью. Дыня вот затянула, до арбузов дошла, все здесь бросила я. И вот получилось, что на арбузах такая буйная трава, но зато внимательно, ой, всмотревшись, я увидела, что здесь арбузики по размеру даже больше, чем в теплице. То есть тоже валяются маленькие арбузики и ай, вот еще маленькие, видите, значит все-таки и арбузы будут. Ну что, сейчас траву продергаю, ничего страшного. Страшное произошло с кабачками. Когда я уезжала, они были молоденькие, не дождались меня, состарились, потрогала они уже с такой шкуркой. вон тоже огромный красавец лежит. А я люблю молодых и мне теперь придется ждать, когда новая поросль превратится в кабачков. Но правда все равно сегодня одного старика сорвала. Буду шкуру снимать, жарить, кушать. Но молодость кабачков я пропустила. Оставшуюся рассаду арбузов я сунула в бочку. Но за это время они так разрослись, они так все переплелись. Огурцы я, конечно, просила мужа, чтобы он их поливал, потому что огурцы это не помидоры, они бы не выжили так долго. Но я приехала, у нас полный холодильник огурцов, потому что я его попросила. Я говорю, даже если ты не хочешь их есть, ты их снимай, чтобы они не висели старики такие огромные, чтобы не вытягивали силу с кустов. Я говорю, до такого размера дорастут, и снимай. Вот он их наснимал, в холодильнике забил их. Но еще, конечно, завязей много, они же молодые, но все улеплено огурцами, надо теперь что-то с ними делать. Ну вот, понемножку пробиваю дорожки себе, вот эти гномики уже свободны, остаются за мной вот такие кучи травы, сейчас она подсохнет, да я ее в компостную кучу. Все, короче, пройдя по магазину, ой, по огороду, собираюсь в магазин, все мысли, пройдя по огороду, я сделала такой вывод. Короче, вывод такой, если мне нужно будет, например, поехать на будущий год куда-то лечиться, отдыхать, я теперь уже знаю, что высаженные более поздно томаты, они дожидаются легче, потому что им нужно меньше влаги, они не требуют полива, вот пока маленькие малышата, конечно, вот такие большие оставлять ранее опасно, потому что они, видите, разрастаются, и все там, у них уже много плодов, но все равно все это реально. Так что сейчас посмотрю, сколько времени займут вот эти восстановительные работы, то есть вот это вот прополка, подвязывание, это же все нужно делать единовременно, я вот сейчас гномов пропалывала, сразу тащу шланг за собой, шланг лежит, поливается, я пропалываю, то есть у меня прополка, потом подвязка, и прополка, подвязка, и полив сразу, и вот два ряда прошла, две таких грядочки, все, туда я теперь могу целую неделю не заглядывать, они не разрастутся, они не высохнут за это время, все хорошо, так что, конечно, охота всем огородникам, летом съездить куда-то, но есть некоторые действительно такие, как я, которые боятся оставить огород, но я вот сразу скажу, ну это выглядит на словах смешно, но если вы хотите еще долгие годы заниматься огородом, то нужно к своему позвоночнику, вот как я, к спине, к своим любимым грыжевым протрузиям относиться заботливо, уделять им внимание, хотя бы раз в год, а лучше всего два раза в год проходить вот это лечение, я надеюсь, что я теперь вот как зарядила, отдохнула, я выспалась, отдохнула, зарядилась силами, и теперь вся эта авральная работа, ой, страшно смотреть по сторонам, вся вот эта авральная работа, все эти заросли травы будут мне нипочем, единственное, что плохо, сразу скажу, вот сейчас тому гному в траву вырывало, в этой траве, в теньке лежат это, слизни, нежатся своими тельцами, вот этими вот склизкими, я их собирала руками на плашечку, раздавливала, и еще вот такие заросли, как я вам показывала, там морковка, заросла лук, и вообще, где все, где нет вот этих вот застилок, подстилок, и где растет трава, там может появиться белокрылка, потому что белокрылка страшно любит загущенность, любит вот так, чтобы все было много, чтобы было, ну короче, вы поняли, чтобы было не вот так вот, как здесь, например, просторно, солнечно, тут белокрылки никогда не будет, а вот там вот, где заросли, там вполне возможно, так что, ну я, я все это понимаю, что выделяя для себя отдых, лечение, какие-то отлучки, нужно тоже ко всему подходить разумно, если потом, например, вот как я одна занимаюсь огородом, я просто осознавала, что мне хватит силы, когда я приеду от отъезда, мне хватит силы, вот чтобы прополоть, потому что у меня почти все было застелено, если бы не было вот этих застилок, если бы я не накрывала тканью, я, возможно, не рискнула бы уехать, опять же, вот показываю вам вон те заросли, вон сплошная трава, если бы все здесь вот так заросло, никогда в жизни не восстановить бы огород, ну все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука, некогда работать, работать, еще раз работать, все, началась трудовая жизнь, обычная, я как будто тут-то была, никуда не уходила, не уходила, но это не просто, но это всё,